Станция действительно научная, у нас будет выступать ученый, потом другой ученый свяжется с нами по скайпу из Калифорнии. Полностью звучал так. Российский биолог профессор Иванов работал над созданием гибрида человека и обезьяны в СССР. Мы показали всем наш фильм «Анатомия РЕН-ТВ». Я был практически уверен, что больше меня туда не пригласят. Но я ошибался. Сегодня весь день здесь буду я, Александр Соколов. Между двух полюсов, слева от меня рептилоиды и анунаки, справа джедаи науки. Если популяризировать науку, то какую площадку лучше всего использовать? Для статей печатных или YouTube подойдет? Или печатные книги? Мне сложно ответить на такой вопрос, потому что есть понятие интернет-маркетинга, где изучают эффективность технических площадок. Это очень сильно зависит от аудитории, которую человек собирается окучивать, от его собственных возможностей технических, природных и так далее. Потому что здесь скорее можно говорить о том, что человек, канал и, может быть, там, средство выражения своих мыслей, если они есть, он ищет от себя. То есть кому-то проще писать, кому-то проще рассказывать. Есть люди, которые, например, отлично говорят, но плохо пишут. Это, конечно, исправимо, в принципе. Плюс он там может, в конце концов, нанимать текстовика или договариваться с кем-то, кто будет писать за него. Вот. Есть люди, которые боятся камеры или считают, что... Просто человек считает, что он не очень выглядит там для того, чтобы появляться в кадре. Ему не нравится его голос. Тоже исправимо. Вот у нас есть Валерий Сенмут, который, музыкант, делает сейчас видео про Древний Египет. И он долгое время как-то стеснялся и говорил, что нет. Типа, ну я не буду голосу, и в кадре появляется. В итоге он и говорит, и в кадре появляется, и всё нормально. Приветствую, друзья. Сейчас я расскажу о песклавной пирамиде. Ты сейчас находишь? Вот, но очень важно понимать, ещё раз, ту область, которую человек выбрал. То есть важнее, на мой взгляд, важнее фактура. То есть важнее та тема и те знания, та информация, желательно уникальная, которую человек будет доносить до аудитории. А средство, которым он будет это выносить, оно приложится. Вот. Здесь очень важно понимать просто, что любой популяризатор сейчас, в 2019 году, работает в довольно конкурентном поле. Вот. То есть времена, когда можно было создать канал про биологию на YouTube, и ты был как бы первый среди там множества каналов для домохозяек и прочего, они давно прошли. То есть сейчас популяризация, здесь ещё не очень конкурентный такой рынок, но уже конкурентный. Поэтому нужно понимать чётко, что если ты берёшь эту тему, ты должен знать, с кем ты будешь её делить вообще. Если печатные статьи, какие площадки вообще использовать? Да нет, печатные сейчас соцсети дают возможность самому писать, там, вести блог, там, хоть в ЖЖ, хоть в Фейсбуке. И просто если человек хорошо пишет, и это интересно, это доступно, и это побуждает людей репостить это, а для этого, ну вот некоторые вещи, которые я говорил выше, должно как-то затрагивать личные проблемы людей, их там мировоззрение и прочее, то тогда он быстро обрастёт подписчиками. То есть хороший контент будет сам, так сказать, распространяться. Таков принцип соцсетей. Вот, поэтому, там, ну, я не знаю, если вопрос в том, что там, к какому изданию пойти себя предложить, то нередко издания сами находятся. После того, как человек там уже показал, что у него есть некий багаж. Вот, сейчас ещё раз соцсети, они демократизируют вот это всё, и человек сам может, тем более он может сразу на нескольких площадках вести там свой блог. Важны ли вообще живые лекции, и чем они кардинально отличаются от научпоков в интернете? Мне кажется, что для любого популяратора рано или поздно неизбежны какие-то встречи с публикой, даже если он там долго шифровался, и только писал, или только на камеру говорил, рано или поздно это пере... Ну, настает момент, когда... Или его приглашают. Неизбежно. Если человек известный, его пригласят куда-то. Эх, наши форумы задают жёсткий формат. Это всегда разоблачение каких-то мифов и заблуждений. Здесь мы даём нашим спикерам больше свободы. Пусть это будет рассказ о последних достижениях в области науки, о какой-то неожиданной гипотезе, о любопытном исследовании. Придётся, ну, если он там, конечно, если он очень стеснительный, он может отказываться. Но вообще, мне кажется, это нормально встречаться со своей публикой, если она есть. Так что... Ну, отличие в том, что в каком-то смысле это... Ну, с непривычкой это сложнее. Потому что если ты монтируешь видео, ты можешь там сделать 10 дублей, вырезать всё, почистить звук там и прочее. Здесь ты работаешь онлайн, в диалоге, и всё, что ты говоришь, не исправить. Вот. Отвечая на вопросы, ты должен сразу сориентироваться. Это как и любое публичное выступление, это определённый жанр, который требует подготовки. Человека... Нет, есть там люди какие-то с врождёнными талантами, оратора. Опять же, вопрос в том, сколько выступлений будет. То есть, если это одно выступление в месяц, это нормально. А бывает, когда там на поляризатора вдруг возникает высокий спрос, его начинают таскать. Тяжело. Там, по разным городам, разным часовым поясам, там, пеллеты, переезды, гостиницы. Ну, вот, короче говоря, ораторское искусство требует некоторой тренировки. Вообще, от внешности популяризаторов важна ли она для звёзд шоу-бизнеса? Ты должен ли быть таким ухоженным и с чётко поставленной речью? Или это не так сильно будет влиять, если тема, например, интересная? Ну, опять же, то есть, ухоженность, как бы, мне кажется, для учёного, например, это не критично. То есть, есть даже такое представление. Короче, учёному простят. То есть, займите пример, если он там растрёпанный, там, и даже, не знаю, не на ту пуговицу застёгнут, там, в измазанном мелом пиджаке, есть определённое представление, что учёный – это такой чудак, который весь поглощён своей наукой, и он не обязан, там, как выглядеть, как звезда шоу-бизнеса. Вот, поэтому, если он прикольно рассказывает, увлечённый человек, там, очень круто знает тему, ему простят. Хотя, ну, всё равно, над внешним имиджем, мне кажется, если человек начинает постоянно появляться на экране, как-то работать надо. Может, даже искусственно эту растрёпанность ему как-то её утрировать. Вот, не знаю. Вот, конечно, ну, по поводу, там, дикции, да, ну, чтобы тебя поняли, дикция должна быть. Но, опять же, учёным часто это прощают. Хотя, ну, вот, читая комментарии к выступлениям у нас на «Учёных против мифов», поскольку у нас выступают непрофессиональные ораторы, то претензии, там, к дикции, к манерам, к виду внешнему, они появляются. Ну, часто, как правило, этим пытаются маскировать неприязнь. Ну, это, как бы, это часто адепты лженауки. То есть, если учёный не понравился, да, ему припомнят всё. И то, что он, там, одет не по последнему слову моды, и то, что у него, там, какие-то речевые обороты, и то, что он, там, в бумажку подсматривает иногда, и особенности его, там, тембра голоса, всё припомнят. Вот, да, то есть, короче говоря, это всё то же самое, что, на самом деле, вот в политическом пиаре. То есть, когда человек влезает в высококонкурентную среду, а здесь уже учёные, это же тоже, это на самом деле и есть конкуренты, настоящие. Потому что они претендуют на ту же публику. Почему они злятся? Потому что у них отбирают хлеб. Вот, когда некий оратор, деятель, личность, вторгается в область, где у него много недоброжелателей, вот там эти вещи становятся более, может быть, критичными. Его, как он выглядит, как он говорит, как он держится. Вот, хотя есть варианты всякие. Вот, пока его любят, большинство публики, ему всё прощают. Вот так. Что вообще нужно от популяризатора, чтобы он попал на крупные такие мероприятия, например, как учёные против мифов? Какие-нибудь требования у него здесь? Именно для популяризатора. То есть, ну, понятно, что у нас, мы стараемся всё-таки, чтобы у нас выступали большей частью профессиональные учёные, хотя можно видеть, что у нас всегда не только учёные, а есть и популяризаторы тоже. Нам это часто, кстати, выкатывает как претензию, что типа вы же учёные против мифов, значит, у вас должны быть только учёные. Но мы считаем, что если человек хорошо и грамотно рассказывает про некоторую область науки, и у учёных к нему претензий нету, и в некотором смысле он это делает лучше, чем профессиональные учёные, то вполне нормально, если он выступит на нашем форуме. Вот. Потому что главная задача, которую мы решаем, а не кто это делает. Павел Сапожников. Реконструктор. Участник и руководитель проектов «Один в прошлом» и «Семеро в прошлом». В рамках эксперимента 7 месяцев прожил в условиях раннего средневековья. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Всё уже сказали, мне даже в вступительном слове не о чём рассказать. Ну, наверное, вы всё-таки добавите что-то нам. Есть разные ситуации. То есть, например, ситуация одна. Если это какая-то уже такая тема, широко представленная в интернете, как бы широко охваченная популяризаторами, ну, например, там, ГМО. Ну, вот Саша Панчин уже эту тему вообще там давно застолбил. Гильфант на эту тему говорит. Другие. Вот если появляется кто-то, он должен как-то очень круто рассказывать про ГМО. То есть, он должен быть уже широко известен. Он должен преподносить какие-то новые, малоизвестные факты с какой-то неожиданной стороны, там, не знаю. Именно вот там ГМО в узкой области медицины. То есть, там, вот не продукты питания, допустим, а вот джинсы из ГМО. Вот. Или что-то ещё. Ну, это же не из ГМО, на самом деле. То есть, вот это должна быть уже некая нишевая тема, которую он хорошо знает. А если это какая-то редкая, узкая тема, то часто вот это всё уже и не обязательно, не важно. А есть просто учёные, которые готовы на эту тему рассказать. И дальше уже мы берём и с ним работаем. Вот мы долго не могли найти геолога, который бы нормально рассказал вот про эту всякую муть, типа там, пирамид Койского полуострова. И вот нам порекомендовали Павла Селиванова. И он, как бы, и не очень известный учёный, он хороший специалист, но молодой. И, в общем, до этого практически он не выступал. Но мы с радостью вообще с ним стали работать. И он хорошо выступил, отлично выступил. Павел Селиванов. Геолог, ведущий инженер Центрального научно-исследовательского геолого-разведочного института цветных и благородных металлов. Давно, давно мы искали докладчика на тему геологии. И я всё хотел спросить. И вот есть такая возможность. А часто ли геологи, когда занимаются геологической разведкой, находят что-то действительно рукотворное? Ну, знаете, Александр, с учётом того, что геологи уже давно прошли времена, когда геологи были первопроходцами, они ступали на неизведанную землю. Сейчас мы идём по следам предшественников, которых было несколько поколений, то следы человеческой деятельности мы находим. Консервные банки, островы палаток, технику брошенную. Иногда поживиться получается. Но вот с другой стороны, специфика работы у нас такая, что при разведке мы работаем обычно далеко, на Дальнем Востоке, на Севере, вдалеке от очагов таких древних цивилизаций. Однако есть... Вот. Почему? Ещё раз. Потому что здесь первична тема. Поэтому если редкая тема какая-то, редкая, ну, важная, редкая, узкая тема, которую никто до этого не раскрывал, то, опять же, какие-то огрехи и, может, там, не слишком крутой статус этого человека ему простят. Поэтому для тех, кто хочет там популяризацией заниматься, ну, вот, ищите такие темы. Вот, реально. Ищите. Иногда они сами всплывают, сами собой. Иногда нет. А если выходить на телевидение особенно, на федеральное, то чего там нужно опасаться вообще, чего бояться? Стоит ли вообще туда идти? Ну, во-первых, конечно, стоит. Не так часто, да, можно попасть. И это возможность общаться с аудиторией с очень большой. Опасаться не нужно. Нужно просто знать определенные правила. Что если это там шоу, то вас будут ставить в формат этого шоу. То есть вы там будете говорить полчаса, а из этого 15 секунд оставят. Помимо вас там будет куча других людей, совсем не те задачи решающих. И не те задачи, что нужно вам будет решать телеведущий. Вот, и исходя из этого всего, нужно постараться, тем не менее, ну, хотя бы, например, там, пропиарить себя. Хотя бы, хотя бы сделать задел на будущее. То есть человек, который сходил на телевидение и удачно выступил, он попадает в базы данных, его начинают приглашать снова и снова. Вот, то есть, как бы, в перспективе стать экспертом, к которому там постоянно звонят, по какой-то теме, опять же. Вот, получилось так, что это, как его, наша-то финалистка в РАЛ по ГМО. Ермакова. Во, Ермакова. Звание почетного академика в РАЛ удостоилась Ермакова Ирина Владимировна! Ирина Владимировна, мы же с вами переписывались. Выйдите на сцену за таким замечательным призом. Просим. Ну, пожалуйста. Жаль. Получилось так, что она попала в базы данных, там, федеральных телевизионных каналов, как специалист по ГМО. Вот хоть ты тресни. Когда журналисту нужно найти эксперта, он просто идет. Есть там определенные базы данных, все, девочек, он пишет там ГМО. Ему на первом месте вылезает Ермакова. Он ее приглашает. А ниже там у него написан Гельфанд, допустим, и в скобочках написано «не сотрудничает». Так, это абстрактный Гельфанд, подчеркиваю. Абстрактный, условный Гельфанд. Он приглашает Ермакова, но не приглашает Гельфанда. Кому от этого хорошо? Сейчас мы подошли действительно к самому интересному, потому что самое интересное… Смотрите, вот у нас есть системная биология, которая смотрит на клетку в целом. У нас есть сравнительная геномика, которая сравнивает геномы разных организмов. Если говорить о таких каналах, хорошо известных в научпоку, как РНТВ, не могут ли они препутацией навредить своим монтажом? Конечно, могут. Сейчас этого на очередной раз произошло. Нет, я в свое время, если помните, долгое время говорил, что на РНТВ ходить вообще не нужно. И то, что я туда сходил, да, и два раза сходил, я сходил уже не для того, чтобы попасть к ним в передачу, а для того, чтобы получить материал для своей передачи. Добровольский, он выполнил даже такую графическую реконструкцию этого существа. Вот она, смотрите, это, да, вот, это пингвинопитек. Обратите внимание, он в руке, он держит радужный флажок, вот, но это не должно вас смущать, потому что по современным данным эти существа жили на территории Западной Европы. И ученые считают, что, вы знаете, вот этот весь ужас, эта толерантность, гей-парады, вот этот разгул разврата, которым погрязла современная Европа, это имеет очень древние корни, и уже вот наши далекие предки, они, в общем, имели склонность к однополым бракам. То есть, конечно, я по-прежнему считаю, что не нужно рассчитывать, что попав в РЕН-ТВ, вы сможете решить какую-то, какую-то, выполнить какую-то задачу по популяризации, там, своей тематики. Скорее всего, вас могут использовать против вас. То есть, большой минус похода на такую передачу, этим вы только помогаете авторам этого продукта, как бы, легализоваться, ну, как бы, придать солидности своему бреду. Вот, поэтому, на мой взгляд, по-прежнему сотрудничество с РЕН-ТВ с большим количеством оговорок. Вот только, вот, как бы, мой случай, он такой особый случай. Ну, я реально шел, чтобы снять свой, для своего фильма. То есть, нужно проверять, куда вас зовут на деревне? Ну, конечно, конечно. Да, для этого сценарий покажите. Ну, неплохо бы договор подписать вообще. Ну, очень, как бы, они этого боятся. Но даже, вот, между прочим, вот Попов, недавно, астрофизик, который попал в очередной фильм РЕН-ТВ, так у него уже есть договор, в котором прописано, что он запрещает использовать этот материал в каких-либо других фильмах, а они использовали. В принципе, сейчас ему, если ему будет не лень, в суде он этот вопрос решает. Здесь он все-таки, он заходил на РЕН-ТВ, не на РЕН-ТВ, но на компанию, которая для РЕН-ТВ производитель. Он все-таки, ну, в более выигрышной ситуации, чем просто там трясти кулаками или плакаться в Фейсбуке, что меня опять выставили дураком. Есть ли что-то с зарубежом такое интересное, что можно к нам принести или, наоборот, у нас какая-нибудь особенность? Ну, скажем так, я не такой эксперт по зарубежному научпопу. То есть я его, конечно, смотрю. Вот я, например, вчера увидел канал, где женщина, причем она эксперт по истории медицины, рассказывает всякую жесть про медицину прошлого. Как там зубы лечили, выдирали там без наркоза, естественно, без всякого. про вставные челюсти из настоящих зубов, которые там собирали на полях сражений и прочее. Вот это... Ну, у нас вот такого нету, реально. Причем это такой смак, ну, супер. То есть, как бы, плюс вот этого научпопа западного, его очень много. Он очень разный, то есть на любой вкус. Я знаю, как бы, зарубежный научпоп, зарубежные страны, они очень разные. То есть я вот, например, слышал, что в некоторых странах хуже, чем у нас. Вот я недавно прочитал, но я вот не в курсе так лету, что, например, в Германии не очень хорошо с научпопом. То есть он есть, но гораздо уже. И вот, например, таких стримов, как у нас, проводится, у них нет. Вот. Я вот сейчас поеду в Израиль выступать. И мне сказали, что там как бы нехорошо с популяризацией науки. Я уже не говорю про, допустим, эволюционную биологию. То есть там вот только-только в школах вернули вообще преподавания, там, эволюции. Его не было, в принципе, потому что религиозная страна. Вот. То есть есть, как бы, утешает то, что есть страны, где они еще гораздо хуже, чем у нас. У нас, на самом деле, есть много хороших научпоперов. И я, опять же, от людей, которые живут за рубежом, слышал, и мне лично писали, что надо переводить. Потому что вот в том числе вот такого качественного научпопа, например, ну, в этой теме, и за рубежом поискать надо. То есть очень много такой попсы прямо. Этого можно увидеть или прочитать. Который рассчитан на людей совсем, ну, как бы, далеких от науки. Вот. А есть все-таки более вдумчивая публика. И мне кажется, что вот в России есть хороший продукт. Его надо переводить, например. То есть, ну, и, кстати, ну, этим занимаются некоторые издательства. Переводить, адаптировать. Мы вот все хотим и должны сейчас уже просто обязаны сделать канал англоязычный. Потому что, например, вот наши эксперименты те же реконструкторские. Там, в общем, не важно, на каком языке. Там главное то, что на экране происходит. Или вот мультики наши. Вот у нас наш мультфильм про эволюцию человека. Там уже больше трех миллионов просмотров. Это в основном не Россия. Вот. Но там субтитры есть сейчас английские. Вот надо адаптировать это все. Есть и у нас хорошие продукты, которые нашли бы хорошую свою аудиторию более широкую. За рубежом. С тех пор, как вы в популяризации, вы говорите, 7 лет, да, получается? Ну, с 2010-го, фактически. С 2009 даже. Сильно ли ситуация изменилась? Есть ли какой-то прогресс? По моим ощущениям, да, конечно. Ситуация изменилась. Может быть, отчасти и наша какая-то роль в этом есть. Хочется в этом верить. Вот. Но я хочу сказать, что в 2010-м году, например, каких-то научно-полярных мероприятий или каких-то научно-полярных каналов на YouTube, я вообще не помню такого, чтобы оно было. Наверное, что-то было. В фестивале каких-то научно-полярных не проводилось. Чтобы постоянно какие-то были лектории, не было такого. Книжки были уже, да. В интернете был по многим направлениям просто галяк полный. То есть, да, ну, конечно, не все сейчас хорошо, потому что и в том же YouTube и всякого бреда стало тоже больше. И он стал более рафинированный, отборный бред. Начинающим популяризаторам вы из литературы, видимо, что с YouTube, что посоветуете, чтобы они подняли свои навыки просвещения, навыки написания статей? Например, ну, даже я вот в своей книге «Ученые скрывают», у меня там несколько глав посвящены именно каким-то советам для популяризаторов. Вот это можно почитать. Я уже упомянул, допустим, Викентьева, который, в общем, к научпопу не имеет отношения, но у него хорошая книжка по пиару, который такой учебник. И там есть некоторые вещи, из которых я сегодня сказал, они, в принципе, это то, чему я научился, когда занимался пиаром. Как доносить мысли, как ставить задачи по отношению к аудитории. Как название книжек? Книжка называется «Приемы рекламы и пиар». Вот, это как бы, еще раз, это не научпоп, это просто некие рекомендации по работе с широкой аудиторией. Смотреть хороших популяризаторов, учиться у них. Например, хорошие популяризаторы? Ну, вот, ну, как бы, вы их всех знаете. То есть, вы их всех знаете, там, Саша Панчин, Женя Тимонова. Вот именно форма донесения, то есть, как бы, мысли должны быть ваши. Такая фактура должна быть ваша. Вот форма, которая это все оборачивается, упаковка. Есть мероприятия для популяризаторов специализированные. Слет просветителей, который проходит осенью. Мы летом проводим «Ученые против мифов» в профи. Куда полезно очень ходить, потому что там встречаются популяризаторы и говорят о проблемах популяризации. Это важно, мне кажется. Ну, хотя бы просто, чтобы войти в эту среду, познакомиться и узнать, может быть, ваши проблемы уже кто-то решил. Редактор субтитров А.Семкин